Один из главных вопросов, который жители задают сейчас во всех районах Сочи, как быть с двойными квитанциями за воду. Людям пришли счета и от МУП «Водоканал», и от прежнего коммерческого предприятия. Более того, последнее грозит неплательщикам судом. Глава города подчеркнул, с 1 сентября в Сочи есть только один поставщик воды. Вы задаете вопрос, как быть, мы говорим, оплачивать только МУП «Водоканал». Вы все грамотные, все прекрасно понимаете. Третий вопрос, который вы задаете, они нас пугают, что в суд подадут. Не подадут. Они не смогут этого сделать, потому что это незаконно. С водой связан и другой вопрос – утечек. На это пожаловался и домком дома номер 22 по Вишневой. Сейчас вошел на собрание, с трубы постоянно течет. Брали воду на анализ, чистая вода. Вишневая. Вишневая 22. Течет вода с Вишневой 26-28. Анатолий Пахомов потребовал от представителей водоканала немедленно разобраться и устранить утечку. Есть претензии и к теплоэнерго. После ремонтных работ остались разрытые траншеи. Благоустроить снова эти участки предприятия не торопятся. Вы разрыли, на следующий день пришли и все привели в порядок. Так или нет? А почему мы должны за вами бегать или приезжать? Полтора месяца прошло, я приехал, а если я пойду пешком, сам выявлю, опять вам буду звонить, только после этого будете делать? У вас что, нет людей, которые отвечают за эту работу? Наболевший вопрос и про парковочные места. Машин много, во дворах места мало и жильцы оставляют автомобили, где придется. Потом в случае ЧП к дому не могут подъехать те же пожарные или скорая. Глава курорта распорядился усилить контроль в этом направлении. Есть правила дорожного движения, есть знаки, под которыми не должны ставить автомобили. И это беспокоит людей еще по безопасности, потому что там может что-то случиться. И поэтому ГИБДД и полк ДПС должны серьезно работать над этим вопросом. В целом в Сочи снова будет усилена работа эвакуаторов. Это касается и так называемого чистого квадрата в центре города. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».